Давай посмотрим, что мне выпадет прям вообще. На 300 рублей. Как я так подсчитал? Это надо же? Это же надо так? Я тебе так скажу, но она стоит. Самые топовые онлайн игры только по ссылкам в описании, а при регистрации нового аккаунта тебя ждет еще и приятный бонус в игре. Еще раз, все ссылки есть в описании. Как я всех приветствую, я хочу сделать реакцию на свой ролик старый. Он мне высветился. Ну, я иногда бывает смотрю свои старые ролики, и сейчас я хочу увидеть еще разочек свой старый ролик. Ой, это что такое? Просто хочу посмотреть на него. Да, я короче так листал, 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 листал. И открытие кейсов. Вот. Ну-ка, давай. Поэтому я сейчас... 300 рублей? Чего? Откуда? Чего? Поэтому я сейчас... Откуда у меня 300 рублей? Да, я перед крыши в очередной раз говорю. На 300 рубасов. Да, давай. Давай посмотрим, что мне выпадет прям вообще. Как я это комментировал вообще, я не помню. 60 FPS еще писал, кстати. Сейчас нет, сейчас такое не могу позволить. Сейчас только 30. Сразу на старте. Все, сразу на старте. Добро пожаловать на канал. У нас начинается легендарное прям открытие кейсов. Аж целых две штуки. Потому что у меня накопилось 20 купонов. Две штуки открыл. Папк делает сейчас жути по событиям. Возможность получения... Я тогда угорал по Папку просто. ...просмот трансляций партнеров. Каждый день. Переходите на сайт, смотрите и получаете халявный купон. Также хочу напомнить, что их можно получать за БПшку. Я таким образом захотел привлекать. БПшку, играя королевскую битву вот здесь. Ну что, у меня накопилось 20 купонов. Я купил, да, и 64 купонов со стримеров собрал. Я не знаю, до скольки там, 14 сего. Или можно с каждого по 14. Было бы вообще круто. Че я вообще говорю? Прямо сейчас мы делаем легендарное открытие. Почему? Почему легендарное? Потому что я мега везучий. И я с первого кейса выбил... А, со стримеров что-то со... Это да, это было. Я реально выбил Берил с первого кейса. Правда, на другом аккаунте. Но есть видео на канале. У меня есть другой аккаунт просто. И там Берил. И я вот все жду, когда он будет продаваться, чтобы его сюда как-то перенести, продать, здесь купить. Я думал, да, что они будут на КП. Но каждый раз, когда я захожу после обновления, я вижу, что ничего не продается, то мне кажется, что, возможно, эти скины вообще не будут продаваться на торговой площадке. К сожалению. У меня даже свой магазин был. Они оставляют за собой. Могут оставлять за собой. Шопконт с картеру. Итак, у нас появились новые скины контрабанди. В контрабанди у нас также был уже... Читарный, я мерч, по-моему, продал. У нас был М416 и FF. Никто не купил брану. Их можно было получить вот недавно совсем. Сейчас сделали еще обновление. Их убрали. М416. Вот это магма-пламя, да? Адские пушки. И теперь у нас есть только всякие разные новые пушки. Ты посмотри. То есть добавили всяких пушек здесь. Ты просто глянь. Ты просто глянь, да? То есть, конечно, они выглядят не очень, но они есть. Они есть. Сейчас музыка играет. Правда, ну вот какой-то скучный скин. Но для тех, у кого вообще нету скинов, я думаю, что зайдет. Что? Когда открываем, важно, чтобы выпадала у нас карточка. Желательно серебряная или золотая. Потому что с них выпадают хорошие пушки. Если выпадают черные, это фигня. Это, скорее всего, полимеры, либо типа вот что-то такого, да? Фуфло всякое. Если выпадает серебряная, то есть шанс на фиолетовую. Но в основном падает синий. Если выпадает у нас золотая карточка с кейса, то есть вероятность открыть у нас фиолетовые, да? Вот эти вот самые такие вот хорошие. И есть вероятность, что выпадет СЛР. У нас скин на кар хороший. Я вот хотел бы кар выбить очень сильно. И СЛР. Вот эти скины, они прикольные. СЛР. Меня как-то не интересует. У кого там секс СЛР был? Кобры, по-моему, он офигенный. Там с какого-то паса. Кэм у меня вообще голдовая есть. Так что я с Кэм у СЛР вообще не играю. Но, в общем, я везу. Но год назад я считаю, что это открытие легендарное. И давай посмотрим на мою удачу прямо сейчас. Я прямо вот весь перевкушение. У нас шанс, у нас есть целый 1% почти на то, что мне выпадет СЛР или целых почти 1, больше чем 1, 1,2% на то, что мне выпадет, как она называется, золотая, золотой что? Золотая, как тебя звать? Золотой чего-то там? Золотой дождь или что? Золотой не показывается. Ну-ка. Да, золотая дистанция. Ух, конечно, времена сейчас тяжелые пошли. Если открывать за голду, то 10 открытий, 1800. То есть, ну, грубо говоря, 200 голды, одно открытие. Да, у меня два открытия бесплатных, поэтому всем рекомендую переходить, потому что я посчитал, что 100 голды, полчаса. Два открытия, соответственно, у нас 400 голды. На 400 голды это 300 рублей. Поэтому я сейчас делаю легендарное открытие. В четвертой раз говорю, на 300 рубасов. Да, давай. Давай посмотрим, что мне выпадет прям вообще. На 300 рубасов? Как я так посчитал на 300 рубасов? Это надо же... Это же надо так. Я тебе так скажу. Нормально. Она стоит. Я прям сейчас зайду в Steam-то эту площадку. Ты нам стоила, да? Это легендарное открытие. Просто невероятная победа. Она стоит... Она сейчас дешеветь будет, поэтому ее надо срочно продавать. Они вот только появились. Сейчас я тебе пролистаю, я скажу. Да, они очень сейчас в цене падают. Всего 390. Вот совсем недавно они стоили по... То есть я уже отбил легендарное открытие? Сейчас цена падает, поэтому прямо сейчас выставляю на продажу за 300... Так, за 300... Так, продать за 386. Так, и я получу 335. Ну что? В принципе, я уже окупил открытие, потому что два открытия это 300 рублей, а я уже получаю 100% на Steam 335 рублей. Вот так вот. А если учесть, что открытия у меня бесплатные, то вообще прекрасно. Так, все, выставил я эту пушку на продажу. Когда мне выпала золотая карточка, я подумал, ну что, может быть кар? Или СЛР? Все, подожди. Когда я успел... Радость такая появилась какая-то. А, у меня вторую минуту, что ли? Что-то как-то странно, у меня она не появилась на продаже. Я же выставил за 386. Я, да, увлекался в продаже скину. А, значит, не продается нифига. Интересно. Ну ладно, может какой-то глюк, попозже зайдем. Мы продолжаем с тобой дальше делать открытие. Давай отойдем и немножечко подождем. Что за мусором скачает? Там оно идет со всех игроков, считается. Сейчас там эти ребята подкрывают. По черным, по черным. Их черные поупадают. А черный, кого серебряный, что ли? Да. И мне снова выпадет, может быть, золотая. Вот, вот, вот. В это я верю, да. Так, пушку вроде бы выставил на продажу. Она уже вроде продается, но в тот же момент она в инвентаре. Но это надо просто обновить лобби, да? Сейчас, погоди, секунду. Странно, я ее выставил на продажу, но она не продается. Ладно, окей. Давай с тобой еще поднимать кэш, поднимать реальный кэш. Мы уже с тобой ушли в плюс 35 рублей. Если учесть, что у меня купоны бесплатно все досталось, то я ушел в плюс 335. Это как раз на будущий батл пасс, потому что этот батл пасс какой-то не очень. Только посмотри. Какая-то фигня, да? Я даже не хочу на это тратиться. Поэтому следующий батл пасс мне достается бесплатно. Я его буду покупать, если он того будет достанным. Ну что? Давай еще одно открытие. Сделаем с тобой. Я хочу отметить, что все купоны, которые ты получаешь вот здесь по заданиям или с Twitch Prime, у них очень часто выпадает либо серебряная, либо... Раньше пап был лучше, кажется. Сейчас у меня смесь 4 купона идет с трансляции, я получил, и 6 купонов я купил за БПшку. Поэтому может выпасть что-то не очень хорошее, мне кажется. Но я верю в лучшее, поэтому давай, легендарное открытие продолжается. И... Что же там? Серебряная, видишь? Оно смешалось с БПшками и с трансляцией уже чуть хуже выпало. Золотая не выпала, но выпала серебряная. Серебряная, конечно, я не рассчитываю на то, что мне выпадет кар или SLR, но хотя бы чуть-чуть посмотрим. Что-то на фоне играет. Стримеры, наверное. Оооо, фантастика, но хотя бы так. Слушай, я не хотел этот Берил, но он неплохой. В то время, когда он будет продаваться, возможно, если будет, то это на уровне Скорель-психопат. Примерно. Неплохой Берил, давай посмотрим. Давай посмотрим на него, как он выглядит. Вот такой вот Берильчик. Ну, слушай, я считаю, что с двух попыток, бесплатных тем более попыток, мы ушли в плюс очень хорошо. Поэтому я пока что могу рекомендовать эти кейсы. Ну, а если ты здесь впервые, подписывайся на канал и увидимся. Кримы на Твиче будут, либо уже идут. Да, нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова